Всем привет! В этом видео хочу поговорить о тестировании IT и не только. Самое главное, что я вам хотел рассказать, это первое о том, что вы знаете, что в сетях постоянно идет битва между мануальными и автомейшн-тестировщиками, потому что есть такое мнение, что автомейшн вытеснят именно мануальщиков. Что вы об этом думаете, вы можете написать в комментариях, но я вам хочу рассказать о том, что постоянно IT очень сильно развивается, появляются новые сервисы, сервисы сами по себе очень сильно расширяются, усложняются и да, уже приходит время, когда автомейшн немного выходит на передний план. Первое, это идет перспективом зарплате, автомейшн всегда больше получает, а второе, то что автомейшн-ы могут покрыть больше кейсов при помощи кодов и то, что, допустим, надо будет на тестирование кода функционала 80 часов. На автомейшн это можно покрыть и, допустим, 20-15 часов запустить автотесты и они довольно быстро и будут часто и постоянно отрабатывать, и кейсы могут, да, тест может упасть, потому что код постоянно меняется, вам необходимо добавить, улучшать, с кодом надо работать, но при этом как мануальчик, даже если у него есть какой-то чек-лист, он может все равно что-то пропустить, забыть, проверить, а то, что будет написано кодом, оно будет постоянно систематически отрабатывать, потому что код, он постоянно работает, а то, как робот, он постоянно будет проходить по данным кейсам и ничего по системе не пропустит, это намного быстрее будет тестироваться, чем мануальным тестировщиком. Так как я читал книгу, как тестирует google, ссылка будет в описании и на название и на ресурс самой книги, вы, может быть, если вы читали, можете тоже сказать о ней свое мнение, но там, в гугл, большая часть то, что тестируют, тестируют это все автомейшн, изначально программист, который написал свой код, он его прогоняет, пишет тесты для своего кода, потом это уже передается автомейшн, который начинает его тестировать, писать автотесты для какого-то определенного функционала. Что сказать на основе актуальности именно мануальщиков, мануальщики всегда будут нужны, потому что код не понимает, что такое хорошо, что такое плохо, он не может понять, допустим, где необходим человеческий глаз, чтобы он мог оценить, что является красивым, что является корректным, допустим, при помощи автомейшн мы не можем написать автотесты для бьерстки, хоть некоторые люди, специалисты пытаются написать автотесты для бьерстки, допустим, на C-Sharp сталкивался с тем, что некоторые ребята писали, допустим, можно пандинг протестировать, допустим, там 35 должен быть, пандинг быть или маржин, а он выходит 30, допустим, расстояние между блоками тоже пытались написать при помощи автотестов, но вы понимаете, что не всегда удобно писать тонну кода для того, чтобы написать универсальный код для бьерстки, потому что бьерстка очень сильно разнообразна, допустим, если говорить о тестировании, регистрации, авторизации автотестов, мы можем написать 5 тестов для позитивного кейса и 5 тестов для никакимного теста, и они будут постоянно прогоняться, ну, для того, чтобы тестировать верстку при помощи автотестов, это, по сути, очень сложно будет, ну, в дальнейшем, может, мы до такого дойдем, но это будет очень сильно затратно, и на это никто не будет обращать внимание, и никто не будет заказывать автотесты для нефункционального тестирования. Следующее, что, это, конечно же, еще переводы, это, как бы, тоже относится к нефункциональному тестированию, переводы никто не будет проверять при помощи автотестов, и для тестирования переводов, ну, проверки переводов, допустим, с английского на арабику или с английского на французский на немецкий язык, хоть и там, и там используется латиница, кроме арабики или греческого языка, то человеческий глаз тут работает намного быстрее, и он может функционировать, и выхватывать многие детали, и представляете, сколько времени придется, опять же, тестировщику автомэйшну написать коды и времени потратить для того, чтобы протестировать именно переводы. На это тоже не пишется. Есть некоторые штуки, если чуть-чуть отойти немного в раздел верстки, то некоторые люди написали определенные фреймворки, связанные с тем, что, допустим, фреймворк может сам по себе верстать, даже в интернете было такое видео, где парень просто рисовал на доске какие-то блоки, допустим, там был хендер, футер, были какие-то блоки с карточками товаров, и при этом очень отлично верстал сам код, искусственный интеллект, и еще, как бы, можно сказать, мышное обучение, и очень долго ходили слухи, до сих пор уходят слухи, нужны ли будут вообще верстаки, и вообще, реально ли сейчас открыть вакансию для верстальщиков, почему, потому что, как бы, если мы откроем на вакансию на фронтенчика, то мы прекрасно можем заметить то, что сейчас, как бы, знание верстки, как бы, не сильно такое же веревантное, потому что необходимо знать уже JS, необходимо знать какие-то фреймворки, необходимо знать React, Angular, Vue, раньше, если отмотать на лет 5 назад, и даже чуть-чуть позже, можем было выйти, выйти со знанием верстки, даже там знание jQuery, чуть-чуть и JS, то сейчас для входа в IT, именно фронтенчиков, вам необходимо будет знать намного больше, чем 5 лет назад, первое, это понятно, потому что IT разрастается, системы намного сложнее становятся, сервисы растут, появляются различные облачные хранилища, их тоже необходимо тестировать, знать, где работают, допустим, сервисами Amazon, это отдельная сложная тема, и если так присмотреться, походить по вакансиям, допустим, тестировщика, именно automation, мне очень интересно эта отрасль, я постоянно за ней слежу, смотрю, что новое появляется, первое, я учусь, и второе, я просто то, что я учу, знаю новое, я не все, конечно, опубликовал, но я всегда рассказываю себя на канале, я рассказываю то, что я узнаю, потому что самый лучший способ запомнить, то, что вы выучили, это пересказать другому, и это очень отлично работает, советую вам, допустим, делиться своими знаниями, учиться со своими, там, друзьями или, допустим, сотрудниками, это не имеет значения, что именно связано с IT, это может быть связано с какой-то информацией, которую вы получите, или узнаете о других, ее просто что-то запомнить, или какие-то фразы из книги, это очень удобно пересказывать, вы неоднократно, может, тоже использовали такую методику, второе, на что это уже можно было обратить внимание, я вам рассказал именно об мануальном тестировании, и разницу именно automation, и рассказал, конечно, фронтенчики, и программисты, как они меняются, третье, о чем я с вами хотел поговорить, это именно, скорее всего, в выборе языка, вы неоднократно мне это спрашиваете, и вас это интересует, как же войти в automation, какой язык учить, потому что мы, если откроем вакансию на automation, мы узнаем, что там необходимо знать 2-3 языка, ну, понятно, один из главных языков, который до сих пор требуется, требуется, это Java, на Java очень много чего написано, используя оселение в WebDriver, и когда мы откроем вакансию, 90% вакансий требует дания оселения в WebDriver, TestNG, или G-Unit, потому что на этом все написано, так же самое, это может сравниться PHP, как говорят просто на PHP, что он, как бы, сейчас не очень такой уже актуальный язык, но, так как на нем много чего было в прошлом написано, и на нем много чего поддерживают, да, его используют, но намного меньше, его начинают вытеснять другие языки. Второе, что именно говорить о автоматизации, с выбором языка, если заходить в automation, вы можете использовать Java, потому что 90% вакансий написаны по Java, и сервисов тоже для Java. Если вам нравится Python, учите Python, нравится C Sharp, учите C Sharp. Неоднократно вы встречали, что я веду сейчас у себя плейлист на канале, посвященный Cypress, он пишется вообще на JS, и он очень сильно разрастается, очень большую популярность использует, потому что там надо меньше писать кода, чем на Selenium WebDriver, не надо не ставить никаких драйверов, вы просто взяли, установили у себя через консоль, через npx, ну, команда, и он у вас из коробки стал, и вы можете сразу же писать различные тесты, запускать, вам не надо мучиться с разными веб-драйверами, почему? Потому что Chrome, допустим, за основу возьмем Chrome, и сейчас, кажется, 96-я версия Chrome, а он каждый раз меняется, и, допустим, вы написали тест на 96-ю версию Chrome, и вам кто-то его передал, а уже выше 99-я версия, допустим, или 100-я, или так далее, и у вас тест может не запуститься, из-за того, что у вас не идет соотношение веб-драйвера, тот, кто запускает Chrome, потому что нет соотношения того драйвера, который вы скачали, и соотношения версии Chrome, который у вас установлен на данный момент, и это вызывает очень большую сложность, потому что, когда я учу автоматизацию, вот такие вот случаи, когда у меня не совпадали именно Chrome версии браузера, и выдавал ошибку, я очень долго гуглил, искал, а потом казалось то, что просто идет несовпадение версии, и это тоже необходимо обращать внимание, ну, как бы это я назвал небольшой такой минус, хоть эта постановность отслеживается, используется, но на ранних этапах обучения, когда вы будете учить именно Automation, Selenium, вы с этим будете неинтеградно встречаться, что у вас именно падает, именно тест из того, что у вас не та версия Chrome. Это из трех тем, которые я хотел вам рассказать, если у вас какие-то есть темы, или о чем вы хотите узнать, услышать, пишите об этом в комментариях, я всегда отвечаю, приду, и ваши вопросы, им не имеет значения, это связано с IT, или с автотестами, или с мануальным тестированием, я всегда пытаюсь найти на них ответы, так что ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо, всем пока.